Всем добрый вечер, это первая студия, как всегда об актуальном. Сегодня будем говорить о законности и порядке. У нас в студии прокурор города Аксу отыграет Канад Сергеевич. Канад Сергеевич, добрый вечер. И первый вопрос такой, давайте для начала подведем итоги прошлого года. Ну вообще, если вдаваться немного в искусств, в историю, слово прокурора имеет латинские корни, производные от слова «управлять» и «заботиться». Поэтому, я думаю, не случайно, в силу статьи 83 Конституции, нашей Конституции, прокуратура от имени государства осуществляет высший надзор за исполнением законов. Осуществляет от имени государства представительство интересов государства судей и осуществляет от имени государства уголовное преследование. Наши полномочия, в первую очередь, регулируются Конституционным законом о прокуратуре. В принципе, это новый закон для нас. Основные положения для нас, постулаты, это вот ряд направлений и надзоров. В первую очередь, это надзор за осуществлением досудебного расследования, надзор за законностью судебных актов и представительством интересов государства судей, в том числе по уголовным делам, осуществление надзора за оперативно-развестной деятельностью, соблюдение прав задержанных, заключенных под стражу, порядка отбывания уголовного наказания. И, наверное, такое, наверное, больше для меня важно, это надзор в сфере общественных интересов. Он многогранен, я думаю, в процессе нашего разговора я вам о нем более подробно доведу. Ну, в целом, хотел бы сказать, что под этим направлением надзора нами, в частности прокуратура города Аксу, достигнуты определенные результаты. Нашу работу мы активно сопровождаем в медиа, у нас также есть свои имиджевые программы. Вот не случайно вот наша встреча сегодняшняя. Я хотел бы сказать, что если брать переочередную, то по линии следствия и поддержания государственного обвинения мы поставили себе цель не допускать нарушений конституционных прав граждан. И действительно мы этой цели добились. У нас нет нарушений конституционных прав граждан путем незаконного вовлечения наших граждан в орбиту уголовного преследования, либо вынесения неправосудных приговоров, то есть необоснованного осуждения со стороны суда. И наоборот, в сфере оперативно-розыскной деятельности мы не допустили проведения незаконных оперативно-розыскных мероприятий в отношении двух жителей города Аксу. В сфере защиты общественных интересов мы, в первую очередь, не оставляем без внимания все наболевшие вопросы нашего населения. Стараемся их решать, купировать, то есть мимо проблем мы вообще не проходим практически. Здесь бы, наверное, все-таки хотел бы отметить, что несмотря на промышленную направленность нашего моногорода, мы активно используем такие инструменты, как, допустим, выезд и проведение суда с населением, в особенности сельским регионами. Да, сельские регионы еще есть. Да, сельские регионы, у нас шесть сельских регионов. Вот, к примеру, в прошлом году мы даже непосредственно из Сакима города выезжали. Жители сельчане выражали беспокойность дефицитом пастбищ. Для нас это живетопрещущий вопрос, поэтому провели соответствующий анализ. По его итогам, я думаю, мы частично уже вопрос сняли, поскольку по нашему акту надзора было возвращено 28 тысяч гектар пастбищных угодей. Помогли, случайно? Да, да, да. Помогли однозначно. Ну и, к слову, кадастрово стоимость этих участков составила более 142 миллионов тенге. Не оставляем без внимания, конечно же, и наших малышей. Вот я хочу сказать, что в третьем квартале прошлого года мы инициировали собственный анализ, установили, что наши дети не проходили обязательный медицинский осмотр, профилактические осмотры. Поэтому почему-то они остались без внимания наших медиков, медицинских учреждений. Поэтому как результат мы отреагировали в своем акте. Мы прям расписали, посписочно предоставили медикам тех детей, которые остались вне поле их зрения. То есть восстановили права детей? Да, мы восстановили права 480 наших детей. Это была именно ваша инициатива? Да, это была именно наша инициатива. Вообще, какие вы выделили бы еще дела? Какие были в прошлом году? Ну, как я уже сказал, самое главное для нас это недопущение нарушения конституционных прав граждан. А теперь вот если говорить в плоскости прокурора, вот в глазах обывателя, жителя, прокурор в первую очередь тот человек, который борется с преступностью. А вот по преступлениям, вот к сожалению, в прошлом году, в прошлом году у нас не совсем здоровая обстановка сложилась, потому что мы отмечаем некоторый рост уголовных правонарушений, ну, ее, а именно ее отдельных видов. По отдельным видам я здесь хотел бы сказать, что, наверное, как и для всех жителей Казахстана, для нас сейчас главный триггер – это именно мошенничество. В особенности интернет-мошенничество. На этом фоне там удельный вес, он довольно-таки для нас внушительный, для нашего города. Помимо мошенничества, конечно, мы отмечали и проблемы краш, проблемы правонарушений семейно-бытового характера, совершение правонарушений в общественных местах. Поэтому здесь мы каким образом отреагировали? Для нас самая главная задача была выявить причины и условия, способствующие этим правонарушениям. У нас есть такой мощный рычаг, как координация деятельности государственных органов. Поэтому под этой эгидой мы провели соответствующее расширенное межведомственное совещание, провели анализ. И вот буквально 10 января текущего года мы провели это совещание. В работе совещания принимал участие исполняющий обязанности прокурор области Дюсикенов Ержан Ильганатович. К участию мы в обязательном порядке привлекли здесь и субъекты профилактики. Таковыми субъектами у нас являются и местные исполнительные органы. Привлекли депутатский корпус депутатов нашего масляхата городского. Обязательно принимали участие у нас и органы опеки, попечительства. В стороне не остались и городообразующие предприятия. Таковыми у нас являются Аксусский завод феросплавов, Аксусская ГРЭС, ну и конечно же общественники. По итогам этого совещания мы сформировали конкретный пул, кейсы, задачи, которые мы должны были решать в этом году. С какими инициативами вы вышли именно прокуратура? Вот забегая вперед, я немножко хочу сказать, что опять же, подзорживая прошлый год, мы видим, что вот те обычные методы профилактики, они уже не действуют. Это в силу менталитета нашего населения и каких-то других субъективных факторов. Поэтому мы по собственной инициативе, буквально вот с декабря прошлого года, видя эту тенденцию, роста преступлений, правонарушений, видя эту тенденцию, мы занялись разработкой профилактического комплексного плана. Назвали мы его Ахсут Умарэ. Вот о нем сейчас очень много пишут, да, в соцсетях? Да. Вот хотелось бы узнать, в чем его суть и кто был инициатором этого проекта? Ну, как я уже сказал, инициатором этого проекта были мы, прокуратура города, но вся эта работа производилась под непосредственным кураторством руководства прокуратуры области. То есть некоторые мероприятия мы в обязательном порядке согласовывали, поскольку есть у нас определенные тонкости в своей работе. Но я хочу подчеркнуть, что вот этот план, это не только наше детище, это и плод работы их, и Акимата, плод работы нашей полиции, плод работы службы пробации. Прежде чем этот план утвердить, а этот план будет утвержден, вот, названный мной государственными органами, мы этот план даже предлагали на обозрение общественности, то есть для того, чтобы в полном мере как-то его согласовать, и мы не хотели ставить невыполнимых задач. Это все должно было быть осязаемо, вот. Понятно, доступно. Да, понятно, доступно. Вот сейчас вот то, что вы говорите, что сейчас в социальных сетях, там, пабликах обсуждается, ну, это наша работа. На суд общественности мы его вынесли, и вот как раз-таки 10 января мы его презентовали уже. Хочу сказать, что в целом он нашел положительный ответ. Презентовали где? Презентовали прямо на заседании международного совещания с нашим участием. Я хочу сказать, что действительно он нашел положительный отлик. Ну, самое главное, если сказала А, говорить Б надо, поэтому... Теперь надо его реализовать? Да, теперь надо его реализовать. Вот я к слову обращаюсь к телезрителям, вот немножко хотел суд раскрыть. Этот план мы поделили на 4 направления. У каждого направления есть свои задачи. По каждому направлению есть закрепление, есть ответственные сотрудники. Первое направление — это координация. То есть, в чем она заключается? Это выявление слабых точек с точки зрения именно профилактики и меры, которые необходимо нам принять вкупе взаимодействия со всеми субъектами профилактики. Второе направление — это развитие. Ну, здесь вот, если вы помните, да, были лозунги, но, в принципе, они остаются задачами. Это нулевая терпимость граждан к любым формам правонарушений. Поэтому здесь наша задача — именно развитие этой культуры у нашего населения. Третье направление — это забота. То есть, как раз-таки, да, вот, возвращаясь к произведенному слову прокурор, да, забота, в какой степени она здесь у нас появляется. То есть, мы здесь ставим задачами, мы выявляем лиц, которые оказываются в трудной жизненной ситуации. Здесь могут быть и семьи, где воспитываются несовершеннолетние, лица, которые склонны к злоупотреблению алкогольными там напитками, наркотикам, а также лица, особенно тот контингент, который вот только отбывает, освободились из мест лишения свободы, либо просто находятся на учете службы пробации на нашем так называемом слаге, это подучетный контингент. Без работы, без жилья. Да, да. Ну, и четвертое направление, да, это альянс. Альянс мы здесь подразумеваем именно повышение эффективности системы взаимодействия, между субъектами профилактики и гражданами по принципу слышащего государства. Вот вкратце вот эти вот направления. Что-то уже сделано за это время? Да, безусловно, вот за неполный месяц мы провели определенную работу. Но в первую очередь, вот для себя, как прокурора города, я видел работу. Мы начали с того, что мы элементарно просто поделили город на сектора. Поделив город на сектора, мы по принципу, допустим, как в полиции, по опорным пунктам. Как участковый. Да, как участковый. По этому принципу мы поделили на сектора город. За каждым сектором есть координирующий прокурор, то есть мои прокуроры отделов. Они непосредственно, мы создав группу, мы курируем работу этой группы. Вот на первоначальном этапе наша главная задача, чтобы понять масштаб этих проблем, мы в первую очередь что сделали? Мы начали организовать рейды. Чтобы эти рейды организовать, в рамках этих рейдов мы проводим по квартирной обходы. Конечно, там мы не всегда нам удается. Привлекаете полицейских? Да, ну полицейские однозначно, они полностью принимают участие. И вот на сегодня, немножко статистике хотел бы озвучить, в сфере семейно-бытовых отношений в результате работы этих групп выявили 10 неблагополучных семей и 6 лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Установили 10 лиц с злоупотребляющим алкоголем. До этого они не стояли на учете нигде? В довесок к тем, которых состояли, мы еще выявили дополнительно. То есть это так называемая группа риска, от которых можно ожидать всего что угодно. При этом мы оказали помощь в трудоустройстве двух лиц. К примеру, проверяя подучетный контингент, мы установили, что лимитарного человека он не имеет возможности трудоустроиться, поскольку даже нет документов удоустряющих личность. Все, незамедлительно мы меру приняли. Сейчас эта процедура достаточно простая. Оплатили ему, помогли ему финансово. Сейчас человек получил документы, и кроме того, что он получил документы, мы его еще трудоустроили. То есть уже конкретный результат есть? Да, есть конкретный результат. Пока это просто маленький повод гордиться. Ну и, конечно же, проводя эти рейды, я хочу сказать, подчеркнуть работу полиции, что уже по состоянию на сегодняшний день вынесено 34 защитных предписания в семейно-бытовой сфере. То есть тем самым мы ограждаем потенциальных жертв от будущего насилия. Это немаловажная работа. А за неполный месяц, за январь, полиция сейчас активно включилась. На сегодняшний день у них вырвано 105 правонарушений в серии семейно-бытовой и посягающих на общественных порядок. То есть там мелкие хулиганства, появление в общественных местах состояния алкогольного пенения и прочее, и прочее. Одним из ключевых факторов, о том, что я говорил, это у нас работа по превенции мошенничества. По превенции мошенничества, к сожалению, у нас рост был во втором полугодии. Мы там, такой хороший скачок у нас был, в кавычках, на 17% рост мошенничества увеличился. Какую работу здесь проводим? В первую очередь мы анализируем все уголовные дела. Элементарно начинаем... Кто становится жертвой мошенников? Да, элементарно, правильно, верно все. Мы смотрим, кто становится жертвами. Сейчас у нас уже, как правило, следователь в своих допросах, вот помимо дежурных вопросов, когда, при каких обстоятельствах стал жертвой преступление, мы спрашиваем, а было ли вам известно о методах профилактики этих мошенничеств? Потом мы, помимо этого, устанавливаем социальный портрет жертв. Вот, к примеру, в октябре, в ноябре мы установили, что в основном у нас жертвами становятся работники градообразующих предприятий, это Аксусский завод фиросплавов, Игрес. Что мы сделали? Мы начали проводить с ними работу, выезжали, проводили встречи, прям наглядно разъясняли. Ну, к сожалению, конечно, было же снижение, но должного эффекта я не увидел. Поэтому именно в этом году, помимо вот этой работы регулярных встреч, мы разработали для них специальные памятки, и эти памятки под роспись буквально каждому мы охватили. Мы раздали прям вот. Забота на нас в основном состоит из цехов, там и прочих. И каждому под роспись мы раздали. Это вот реальная забота уже. Это реальная забота, тем более. И вот такую аналогичную работу мы и провели по Аксусской ГРЭС. Помимо этого, касательно жертв преступления, мы установили, что и работники даже образования этим грешат. Ну, в кавычках, опять же. И всего вот на сегодняшний день уже без малого охвата 9 тысяч населения. Но это эффективно. И это только начало. Это только активная часть населения, рабочая. Анна Сергеевич, вот я бы хотела еще, чтобы мы успели обсудить еще одно важное направление сейчас в работе прокуратуры, это защита прав бизнеса. Я знаю, что такое республиканский проект сейчас запущен, да, генеральной прокуратурой. «Прокурорский фильтр по защите инвесторов» так называется проект. Вот расскажите о нем. По поручению главы государства, сейчас вот именно генеральной прокуратурой реализуется проект «Прокурорский фильтр по защите инвесторов». Как вы знаете, любое государство не может развиваться без продвинутой экономики. А что такое экономика? Это, в первую очередь, инвестиции, в том числе иностранных инвесторов. На сегодняшний день в городе Аксу у нас реализуются 4 инвестиционных проекта. Большие, да, такие крупные? Они достаточно крупные. Там речь идет о миллиардных суммах. Это строительство электрометаллургического завода, сахарного, крахмального заводов и строительство молочно-товарной фирмы. Вот буквально 12 января текущего года мы провели совещание с уполномоченными органами, пригласили по мере возможностей инвесторов. Самая главная для нас задача была в первую очередь ознакомить с этим проектом контролирующие органы, государственные органы. Одна из фишек этого проекта принятие запретительно-ограничительных характеров, мер ограничительного запретительного характера невозможно без участия прокурора. Все эти вещи сейчас нужно согласовывать непосредственно с прокурором. Вот такая сейчас задача. То есть без вас никакой проект уже не будет реализован? Да. И по результатам этого совещания мы направили специально для ГУСОГНОВ соответствующие методические рекомендации для того, чтобы они впредь не допускали нарушения. Кто-то уже из инвесторов обращался за конкретной какой-то помощью? Если по строительству заводов это сейчас все идет на стадии разработки проектно-строительной документации. Но конкретно по молочно-товарной фирме у нас этот проект реализуется в Алгобанском сельском округе. Сейчас это округи Миканыш-Камзина, строитель ТО «Кронос Павлодар». Вот мы установили проблему по инвестору какого плана. Оказывается, в прошлом году он выиграл конкурс, его заявка была признана победителем по лоту. Однако длительное время городской дел земельных отношений не принимал меры к заключению договора аренды. В свою очередь это создавало риски для того, чтобы молочно-товарная фирма в дальнейшем бездействовала, поскольку вот этот земельный участок, он был предназначен по категории пашни, они должны были выращивать здесь кормовые культуры. Все, акт надзора мы внесли. Сейчас в настоящее время права инвестора защищены, участок предоставлен. Насколько я знаю, там уже общественные слушания прошли у них. Да, все верно. То есть проект уже будет на стадии реализации, да? Ну, при этом, да, сейчас проект уже на стадии реализации. Помимо инвестора предполагает порядка 14 миллиардов инвестиций вложить, уже на сегодняшний день вложено 5 миллиардов. Поэтому для него этот вопрос был очень важен. Но стоит отметить, что мы не забывая крупных инвесторов, мы и не должны забывать о наших предпринимателях, субъектов малого бизнеса. Даже линейтарно мы провели простой анализ по законодательству о государственных закупках. Вы же все знаете, что прежде чем принять участие в государственных закупках, предприниматель должен внести гарантийное обеспечение. Все. По мере того, как он исполнит условия договора, вот эти гарантийные обеспечения должны возвращаться. Вот, к сожалению, ряд наших учреждений государственных об этом почему-то забывают. Мы это им напомнили об этом. И вот, как итог, на сегодняшний день мы защитили права 65 предпринимателей, возвратив им порядка 1,5 миллиона тенге. Владимир Павлович, я благодарю вас за уделенное время. Желаю вам дальнейших успехов в вашей работе. Наш эфир, к сожалению, уже завершен. Большое спасибо. Встретимся на телеканале Иртас. Продолжение следует...